Полный вперёд! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу ещё поговорить с вами об одной интересной практике. Чем она интересна? Это тоже трансовая техника. Познакомил меня с ней в своё время Александр Леонидович Лавров. Они же упоминал Анатолий Ефимович Белоусов. Причём и один, и второй использовали её в жизни по требованию, когда она была нужна. Я её также применяю практически каждый раз, когда отправляюсь в дальнюю дорогу. По этому съёмку мы и ведём автомобили. Итак, в чём она заключается? Это техника, которая помогает вам пройти определённые дистанции безопасно. В чём её суть? В основе её лежат приёмы работы и наша физиология. Это приёмы работы из тибетских практик. Итак, что мы делаем? Мы пришли, сели за руль, собрались ехать на дальнюю дистанцию. Речь идёт о дальних дистанциях. Например, вот я сижу в Минске, и мне надо выехать, например, в Гомель. И я понимаю, что впереди там 300 с лишним километров, и я не знаю, где будут какие-то заторы, неприятности, ГАИ, аварии, какие-то опасные ситуации, опасные участки. Что я делаю? Я сажусь за руль. И пока греется машина, делаю глубокий вдох и выдох. И постепенно расконцентрирую внимание на ощущениях во всём своём теле. На стопах, на коленях, на ногах, на руках, на грудной клетке, на лице, на волосах. Идёт расконцентрация, идёт успокоение. После чего я перевожу внимание и зрение, именно физические глаза, я направляю в область третьего глаза. В эту точку. Для чего? Это не значит, что у вас сейчас загорится во лбу третий глаз. Это значит, что вы провалитесь в определённое, достаточно глубокое трансовое состояние. То есть вы переносите внимание в область третьего глаза, при этом ваши глаза закрыты. Вам захочется вздохнуть и выдохнуть, и вы погрузитесь ещё глубже в себя. В это время представьте, что из области третьего глаза выходит зелёный луч. И этим зелёным лучом пройдите, как в навигаторе проходится точка, пройдите по карте, по дороге, как вы будете ехать. И если в каком-то месте луч вдруг окрасится, точка окрасится в красный цвет, либо же прервётся, либо ещё что-то, я рекомендую в таком случае выйти и почистите зеркала в машине, протрите, проверьте лампочки, все ли у вас горят и так далее. Можете зайти в соседнее кафе попить кофе. То есть отложите вашу поездку на 5 минут. Буквально 5 минут, после чего сядьте и повторите практику. Повторяйте её до тех пор, пока вся дорога не будет пройдена зелёным лучом без остановок, без задержек, без каких-то помех. И после того, как это всё пройдено, в добрый путь. В добрый путь у вас всё пройдёт отлично и прекрасно. В случае, если всё-таки у вас происходит где-то не окрашивание в красный цвет, а как бы пункты остановки, где она задерживается на какое-то время, туго проходит, будьте внимательны в этих областях. Если вы представляете карту, где это происходит, возможно, там стоит ГАИ. Возможно, вас настигнет карма и надо будет оплатить проезд данного участка пути. Но это мелочи. Практики по работе с ГАИ и по как вычисляются, как делается, и по разным неприятным моментам, которые могут возникнуть на этапе, на пути, мы сделаем чуть дальше. Я сделаю ещё один ролик, там будет чуть-чуть другая техника. А на сегодня спасибо вам за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева. Благодарю. До свидания.